Всем привет! С вами я, Катерина, и в этом видео я покажу процесс раскрашивания русалочки из книги Мифоморфозы Кербера Занеса. В том числе я подготовила несколько классных техник раскрашивания, которыми хотела бы с вами поделиться. Я использовала бюджетные карандаши Джота Стилнова, 36 цветов. Черный карандаш Джота у меня давно закончился, поэтому буду использовать карандаш черного цвета от Лира. И использую белую ручку, белый маркер для того, чтобы скрыть линии раскраски. Здесь я уже успела раскрасить не на камеру тело русалки, но на примере хвоста я покажу, какие цвета я использовала. Край хвоста, который ближе к зрителю, будет темнее, в черно-синих оттенках, а центральная часть с бликом будет телесного оттенка. Между темной и светлой частью в качестве переходного цвета идут светло-бирюзовый и голубой. Также добавляю тени в сгибы хвоста на кончике. Музыка А от окружающих элементов я добавляю рефлексы и, конечно же, наиболее яркими будут оранжевые рефлексы от рыбок и морских звезд. Рефлексы я делаю такими яркими, так как предполагаю, что кожа русалки такая же, как у рыбы, бликует и отражает окружающие ее предметы, почти как зеркало. Поэтому, если вы планируете раскрасить русалку или, может быть, рыбку, подумайте заранее об окружающем ее фоне. Если добавить рефлексы от предметов вокруг, она станет живее и выразительнее. Музыка Далее я раскрашиваю медузу в цвет фона. При этом я стараюсь не закрашивать ее полностью, а наношу лишь один легкий слой, не доводя цвет до границ, так как в дальнейшем я планирую закрасить все черные линии белой ручкой. Таким образом я сделаю ее полупрозрачной. Тени добавляю лишь там, где автор раскраски их наметил, чтобы не было видно этой черной штриховки. Музыка 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 Пузырьки воздуха я раскрашиваю примерно так же, как и медузу, слегка нанося цвет, не доводя его до границ, при этом не забывая об оранжевых рефлексах. Я думаю те, кто знаком с моими работами, уже догадались, что такое сочетание цветов, бирюзовый и красно-оранжевый, это одно из моих самых любимых. Оно шикарно смотрится в морской тематике, вспомнить в природе, например, красивые кораллы в бирюзовой воде. И согласно цветовому кругу, эти цвета комплементарны, а значит составляют идеальную цветовую гармонию. Если вам интересно узнать побольше о красивых цветовых сочетаниях и цветовых гармониях, и если вы еще не видели это видео, у меня на канале оно есть, называется «Теория цвета для начинающих и не только». Белой ручкой я прохожусь по черным линиям, даю ей немного застыть и затем поверх слегка добавляю цвет, в который был окрашен данный объект. При этом стараюсь не царапать слой этой ручки, таким образом черные линии будет не видно. Это, конечно же, очень долго и муторно, но оно того стоит. Самые крутые раскрашенные работы в инстаграме, которые я видела, это работы со скрытыми черными линиями, хотя бы частично. Продолжение следует... Белый карандаш я использовала здесь в качестве блендера. У Джотто он очень хорошо сглаживает цвет и проглядывающую фактуру бумаги, которая не всем нравится, будет уже не видно. Далее я приступаю к раскрашиванию нижней части фона. Это такой рассеянный свет под водой, млекующий на поверхности дна. Для этого я просто чередовала различные оттенки синего, зеленого, а также оранжевого от рефлексов, кое-где доводясь цвет до самого светлого, белого, а кое-где до почти черного. Таким образом, достигая нужного мне контраста, икры света под водой. Если вы захотите сильнее подчеркнуть, где у вас находится дно, можно нанести такие полосы волнисто, крест-накрест, примерно под углом 30 градусов, как на дне и на камнях на этой работе. Я выбрала более расплывчатый вариант, без обозначения дна, как такового, и дав больше глубины слою воды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... вот что у меня получилось приступим к самому интересному раскрашиванию и преображению лица для маскировки черных линий я взяла белый маркер sakura pentach как видите я уже закрасила им лицо чтобы для раскрашивания слой маркера уже подсох и я могла смело орудовать карандашами и так беру телесный карандаш и джота и обозначаем наиболее темные участки лица таким образом формирую его форму это участок под короной за носом скулы участок под носом под губой и немного подбородок затем более сильным нажимом обозначаю края черепа где должен быть изгиб в сторону уха затем добавляю бирюзового в цвет кожи девушка у нас не простая она русалка и цвет кожи у нее соответствующий вновь прохожусь по участкам с тенью начинаю работать над формой и очертаниями носа беру более темный бирюзовый оттенок черным карандашом намечаю дальний бровь и глаз а также продолжаю работать над носом белой ручкой добавляю блик в зрачке постепенно черты лица я буду корректировать еще несколько раз так как я новичок и у меня не получается все с первого раза губы я намечаю бирюзовым цветом нарабатывая темно-бирюзовым и черным тени у губ белым маркером убираю черную линию справа здесь я буду пытаться прорисовать настоящую форму лица но сначала дам маркеру подсохнуть и приступаю к другой половине лица рисую черным карандашом бровь и глаз с этой стороны пока я это все намечаю карандашом но впоследствии прорисую еще и черной гелевой ручкой так как черный карандаш фирмы лира недостаточно яркий а пока дорабатываю тени на лице также я хочу пропустить прядь волос вниз за руку и пустить часть локонов по спине так как мне не очень нравится то как анатомически выглядит положение головы относительно шеи и спины такое белым маркером не закрасить но можно хотя бы замаскировать волосами заодно и волосы будут смотреться более динамичными и естественными и и раскрашиваю ухо так чтобы она не сильно выделялась цвет ее кожи и смотрелась гармонично с остальным образом и и и и и далее приступаю к раскрашиванию золотой короны под водой здесь мое типичное раскрашивание золото только с добавлением холодных бирюзовых тонов будто золото находится под водой также не забывая рефлексах от золото до лбу у русалки и и и и и затем я приступаю к раскрашиванию лучей под водой как видите я оставляю небольшое пространство незакрашенным там где будут проходить лучи но границы у этих незакрашенных зон я очерчиваю мягко без четких линий и с каждой стороны увеличиваю интенсивность цвета постепенно и плавно при этом цвет фона у меня идет в виде градиента сверху более желтый с салатовыми переливами ниже он будет стремиться к бирюзовым и синим тонам думаю здесь лучше будет внимательно понаблюдать за процессом рисования такого фона 9 и Продолжение следует... 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 Раскрашиваю оранжевых рыбок. Все используемые цвета указаны на экране. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...